Анастасия Иванова помогает людям более пяти лет. Причем делает она это профессионально. Девушка-волонтер. Параллельно Настя заканчивает филологический факультет и мечтает преподавать в школе. Рассказывает, добровольчество позволило ей лучше узнать саму себя и изменило характер. Признаться честно, несколько лет назад я была прям вот заядлым таким интровертом. Ну то есть мне вообще не могла выйти из дома, допустим. А сфера волонтерская мне очень помогла в этом. То есть это постоянное общение с людьми, постоянная организация и так далее. Я вышла собственно из этого состояния интроверта и сейчас я спокойно общаюсь с людьми. Сегодня Анастасия вместе с другими добровольцами пришла открывать региональный проект Самарт-волонтерство. Ребята попадут в святое святых театра, за кулисье. А те, кто проявит себя лучше остальных, смогут задержаться в театре, но уже в качестве работника. Добровольцы, которые понесут в нашу жизнь то, о чем, в общем-то, чем, вернее, живет наш театр, чем работает, что делает. И будут, помимо всего прочего, создавать, в общем-то, такие направления экскурсионной работы. Мы даже надеемся на то, что здесь есть очень творческие люди, которые приходят из разных вузов, даже из нашей Академии культуры, Института культуры. Мы надеемся, что они продолжат даже свою работу в разных направлениях именно в этом театре. Волонтерство в России набирает обороты и с каждым годом охватывает все новые сферы. Волонтеры культуры, победы, патриотические, событийное волонтерство, спортивное. Примкнуть к рядам активистов стремятся не только студенты, но и старшее поколение. Например, серебряные волонтеры движения, зарожденные в Самарской области около шести лет назад, сейчас известны далеко за пределами региона. 2018 год в России был посвящен добровольческому движению. Комплексно все эти процессы, то, что учреждения становятся более открытыми, то, что реализуется большое количество проектов волонтерских в сфере культуры. Вот вся эта история, она, безусловно, расширяет ту армию людей, которых хочет быть к этому причастны. Чтобы не пропустить новые интересные проекты, нужно мониторить официальный сайт добро.ру. Помочь может каждый. Главное – желание. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.